Добрый день! Одним из наиболее интересных и, на мой взгляд, ценных свойств моей системы является то, что она позволяет соединить анализ вещей сугубо теоретических с повседневной политикой и с историческими фактами, имеющими важное значение для всей истории. Вот сегодня мы поговорим о некоторых понятиях, дополнительных, которые сверху накладываются на уровни и позволяют проанализировать, например, такое событие, как Brexit. Напомню, что в июне 2016 года, то есть этого года, англичане, британцы проголосовали за то, чтобы выйти из ЕС. Причем положительный результат «надо выйти» был достигнут с небольшим перевесом – 52% против 48%. Это один факт. Второй факт, вот какой. 10 августа в блоге «Радио Свобода» журналист Андрей Остальский публиковал статью, в которой, просуммировав исследования британских социологов, пришел к следующему выводу. Единственным значимым по корреляции фактором, указывающим на то, что человек будет за Brexit или против Brexit, было отношение к мораторию на смертную казнь. Если человек высказывался за то, чтобы мораторию на смертную казнь сохранить, то есть не применять смертную казнь, то такой человек с высокой вероятностью хотел, чтобы Британия осталась в рамках Европейского Союза. Если человек предлагал отменить мораторий, сделать смертную казнь действующим инструментом, то такой человек с высокой вероятностью хотел, чтобы Британия вышла из Европейского Союза. Но давайте введем еще несколько понятий и подумаем, как проанализировать эту корреляцию с нашей точки зрения. Итак, у меня уровни. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Я хочу проанализировать два понятия. Одно понятие, другой. Вот как один человек относится к другому, если вот сию минуту он находится на определенном уровне, на первом уровне. На первом уровне, а другой – это просто вещь. Вот еще одна вещь. Мама – вещь, мягкая. Дедушка – вещь, колючая. Но это вещь. На втором уровне уже чуть посложнее. Теперь уже вещь имеет свою ценность. То есть она либо положительная вещь, хорошая, либо отрицательная вещь. Но все равно вещь. На третьем уровне появляется, вы помните, цель, целеустемленность. И другой человек – это вещь, которая может служить средством. Инструментом достижения цели. Другой здесь – для чего-то, чего мне нужно. И он другой является средством. А вот на четвертом уровне уже чуть сложнее. Там четвертый – это партнер. Другой – это партнер. На пятом уровне еще сложнее. Он партнер, но отчасти конкурент. Так один бизнесмен относится к другому, например. Партнер – он отчасти конкурент. На шестом уровне еще сложнее. На шестом уровне другой – это собеседник, с которым можно вести диалог. На седьмом уровне другой – это источник чего-то интересного, нового, творческого. И тут он просто интересен. И, наконец, на восьмом уровне человек другой, ну, не скажу понятен, но, можно сказать, отчасти понятен, отчасти самооценен. Тут самое сложное отношение, которое пытается понять другого, как другого, и понимает, что он самооценен. На седьмом он тоже самооценен, но тут нет еще такого глубинного отношения. Другой похожий случай, когда мы применяем термин «личность». Сразу скажу, что на первом, втором и третьем уровне, и даже на четвертом, личности нет. Здесь просто нет личности. Потому что человек действует в рамках правил, указанных кем-то, в рамках решений, принятых, может быть, им, но когда-то давно, и уже больше не принимая никаких решений. В рамках того, как его ведет среда, такое полевое поведение, или даже поведение на одну вещь зацикленное. Но вот здесь уже появляется личность. Причем она разная. Вот здесь это человек, который принимает решения. Я бы сказал, воля, но волю часто относят к третьему уровню. Поэтому я скажу, что здесь лицо, принимающее решение, появляется. Но это решение еще не имеет обоснования, думать некогда. А вот на шестом уровне появляется личность, ее внутренний мир появляется, как процесс обдумывания вариантов. Вот этот процесс, который личность, человек сам в себе внутри видит. Это перебор вариантов, его можно посмотреть. Но тут личность закрытая. То есть некоторый объем, в котором происходит это обдумывание, но это закрытый объем. Человек старается не нарушать чистоты вот этого обдумывания. А вот здесь, на седьмом и восьмом уровне личность принципиально открытая. Причем здесь она открытая и сбалансированная. То есть здесь он успевает навести баланс. Он подкачивает терминовую информацию, но успевает ее разложить по полочкам. А тут не успевает, просто закачивает. Но для него это достаточно. Так вот, разная личность тут нет. Здесь личность без глубины, здесь закрытая, здесь открытая. А теперь посмотрим на то, что обнаружили социологи, и посмотрим, сравним это. Значит, вот мораторий на смертную казнь. Одна история. И вторая история – это глобализация. Понятно, что те, кто хотел, чтобы Британия осталась в составе Европейского Союза, они за глобализацию, а те, кто хотел выйти, те против глобализации. Давайте посмотрим. На первом уровне человек – вещь. Ну, зачем мораторий? Его присудили к смертной казни. Не нужно никакой моратории. На втором уровне – это вещь. Причем это вещь отрицательной ценности. Плохая вещь. Конечно, надо его убить. На третьем уровне. Но его присудили к смертной казни. Так надо это осуществить, надо дойти до цели. То есть никакого моратория здесь не нужно. А вот дальше уже не так. Не так все жестко. Партнер. Ну, непонятно, надо ли его казнить. Не надо – непонятно. Тут сильное сомнение. Партнер и конкурент – тоже сомнение. Собеседник – тоже сомнение. Может, с ним можно договориться. А вот здесь точно никакой смертной казни не нужно. Здесь надо продолжать. Это интересно. Это личность. Интересно, что он думает. Это ценность. Здесь, конечно, нужен мораторий. Тут нельзя человека убивать. Нельзя здесь. Он самооценен и интересен. Вот такая история. А что с глобализацией? Ну, понятно, что вот у этих… Да, глобализация – да. У этих глобализация – нет. Нет, нет, нет. У этих, ну, непонятно. Непонятно. 50 на 50. Нужны ли нам собеседники, говорящие на другом языке? Неизвестно. Может, да, может, нет. Можно просто обнаружить прямое совпадение. А можно пойти чуть… Сделать еще один шаг в глубину. Значит, если у нас предположить, что люди мыслят не одним уровнем, а группой уровней, идущим подряд, то что оказывается? Я предполагаю, что человек мыслит группой уровней, идущих по 4. Вот у меня первая группа. Здесь три минуса. Понятно, что эти будут против моратория и против глобализации. Вот у меня вторая группа. Два минуса. Тоже понятно. Вот у меня третья группа. Один минус. Тут неопределенность. Тоже понятно. Хотя эти более жестко, эти менее жестко, а эти как бы жестко, но все еще определенно сохраняются. А вот здесь смотрите, что происходит. Минусов нет, зато есть один плюс. А здесь аж два плюса. Вот эти группы будут одновременно против моратория, против глобализации. Эти будут одновременно за мораторий и за глобализацию, с разной степенью активности. Но эти группы, мы с ними как бы сталкивались, давайте еще раз их проанализируем. Вот эти, которые, 3, 4, 5, 6, я их называл либералы. Раньше. Вот шестой уровень, говорит о том, что они парламентские обсуждают. Долго обсуждают. Но если уже они приняли договор, назвали человека преступником в суде, назвали его заслуживающим смертной казнью, то они эту смертную казнь доведут до конца. Третий уровень. Они осуществлят. Они обсудили, решили, и они осуществят. Второй уровень. Ну, трудно подорвать название, но вот сейчас мне приходит в голову название частники. Вот в Советском Союзе были мелкие такие полуподпольные капиталисты, подпольные, мелкие буржуа, которые частным образом там шили там брюки, например. Вот я бы назвал их частники. Это такой ранний, ранний, тайный, тайный, смутный капитализм. А вот эти, 1, 2, 3, 4, это община. Глигиозная община, крестьянская община, общинники. И этим, и этим, и этим не нужна ни глобализация, ни мораторий. А вот этим, я говорил, это либертарианцы. Они открыты к новым идеям. Либералов нет. У либералов есть право, которому много сотен лет, они с ним живут. Ну, его немножко поправляют, там чуть-чуть оптимизируют. Эти готовы к новым идеям. И они отказываются от силы, они отказываются от третьего уровня. Обратите внимание. Это либертарианцы. Это жесткое развлечение. Эти отказываются от насилия. Эти нет. Эти готовы применить насилие, если предварительно все обсудили и все решили по закону. И, наконец, эти 5, 6, 7, 8, все еще для них названия. Ну, вот сегодня мне хочется назвать их Людены по-стругацкому. по-стругацким Людены. Вот эти две группы, обратите внимание, как интересно, в Британии получили 48% голосов. Это очень много. А эти группы получили 52% голосов. Почти столько же. Вот какие британцы умные. Спасибо.